Всем привет! И сегодня я покажу как с помощью логов можно сделать свой полетный трек на карте. И он будет выглядеть вот таким вот образом. Плюс покажу как я слетал на высоту 3200 метров на авиамодели Sky Surfer. Показывать буду на примере логов записанных на прошивке iNaf. В принципе для других прошивок дома процедура аналогичная. Но для начала нам нужно включить запись логов. Для этого переходим в вкладку Configuration и вот здесь вот включаем галочку запись логов. Дальше переходим во вкладку Black Box. Выбираем куда будут записываться логи. Ну у меня полетник Motec X45 WING и у него есть слот по SD карту. Поэтому логи будут записываться на нее. Выбираем в скоростью будут записываться новые данные. Ну в моем случае здесь стоит 1 к 1 100%. Это значит то что каждые новые данные будут записываться с частое обновление процессора. Частое обновление процессора у меня стоит здесь 1 кГц. Если у вас в полетнике нет слотов по SD карту, нет возможности на нее записывать логи. То тогда можно логи записывать на внутреннюю память. Правда на ней не так много места и придется скорость записи ставить поменьше. Если поставить скорость 1 к 1, то за 20 минут полета лог получится весом примерно 55 мегабайта. То есть смотрите сколько у вас свободного места на внутренней памяти полетника. И уже из этого выбирайте скорость записи. И смотрите сколько вам там надо записать. Ну у меня стоит запись на SD карту и скорость 1 к 1. В общем здесь можно посмотреть сколько свободного места осталось на SD карте и сколько уже занято. Ну записанные логи с SD карты уже можно копировать прямо с нее. Но если вы будете записывать логи на внутреннюю память полетника, то здесь перед каждой записью нужно будет очищать память. И после того как вы записали лог, отсюда же его нужно будет копировать себе на компьютер. Ну в общем то все, с записью логов прошивка iNF разобрались. В прошивке butterfly все точно так же. Ну про другие прошивки не знаю. Там смотрите уже сами. Думаю тоже ничего сложного нет. То информацию можно найти в интернете и как все это делается. Ну вот я вставил в компьютер SD карту, на которой писались логи. Как видим здесь создался какой-то специальный системный файл. И вот такая вот папка с записанными логами. Запись лога начинается при армии и заканчивается при дизармии. Устроить трек буду в приложении Google Земля. Занятно всякие приложения. Здесь достаточно много всяких есть функций. Советую себе его установить и покопаться. Ну самая такая интересная функция это построить спутниковые снимки разных времен. Видим здесь есть современные снимки. А есть даже вот 30-х годов. Но это конечно уже не спутниковые снимки. Это скорее всего снимки самолета. А то спутники еще не летали. Очень какие-то здесь есть. Очень-очень много спутниковых снимков разных годов. Можно посмотреть как менялся. Какой-нибудь город. Или вообще какой-нибудь материк. Ну и чтобы приложение Google Земля прочитало наш лог и построило нам трек. Этот лог нужно немного подготовить с помощью BlackBox Tools. Который можно скачать с MidHub. Ну качаем самую последнюю версию. У нас скачаются вот такие вот файлы. Ну теперь копируем интересующий нас лог с SD-карты на компьютер. Скупируем вот в эту вот папку. И теперь этот файл берем и наводим на BlackBox DECOR и отпускаем. И теперь наш файл, наш лог декодируется. В общем ждем. Но этот процесс мгновенный занимает около минуты. Ну и как видим после декодирования у нас создалось еще дополнительно вот таких вот три файла. Как видим здесь создалось два вот таких вот экселевских файла, в которых можно скопировать там высоту и координаты. Но нас интересует вот этот вот файл с таким вот расширением GPS и GPX. Берем его и копируем в приложении Google Земля и отпускаем. Ну я выберу только вот эту вот галочку. Все окей. Как видим у нас идет создание трека. И он у нас так вот образился на карте. Этот трек полета на высоту 3200 метров. Видим такой вот он получился. Получился Достаточно такой интересной формы. Вот как видим вот пиковая точка На высоте 3200 метров. Ну а это полетный трек Полета на расстояние Почти 15 километров Когда я тестировал дальность Тораниса КВИК-7 полностью стоковую. Видим достаточно так вот интересно посмотреть. Видим это я управлял сам. Вот такая кривая получается. А вот эта модель летела Автопилотом При возврате домой Видим прямая очень ровная. Ну здесь у тебя уже переходи в управление И вот так вот Уже достаточно кривовато Летел. Ну как видим совсем чуть-чуть Около 5 километров Мне не хватило чтобы слетать в соседний город На полностью стоком Торанисе КВИК-7 Ну в принципе если Торанисе много замодить То без проблем это можно сделать Ну в общем так вот просто Буквально в пару кликов Можно построить с помощью логов Свой полетный трек На карте Достаточно интересно посмотреть Как проходил полет По какой-то траектории Кстати если вдруг кто не знает То для анализа логов Можно использовать такую вот Программу Betaflight Notebox Explorer Открываем ее И закидываем в нее обычный лог Без всяких декодеров Можем построить здесь всякие графики Вот выбирать Здесь вот Поставить Страбатывали в флсейф Вот как видим здесь вот Такие вот можно выставить данные Достаточно интересно Можно здесь Подразобраться и посмотреть Как работает ваш полетный контроллер Ссылку для скачивания Этой программы В Blox Explorer Так же как и для Blackbox Tools И Google Зимни Оставлю в описании Ну а теперь давайте Побыстро расскажу Как я слетал На сотру 1200 метров На модели Скайсерфер Очень виды Спившей камеры С этой высоты Вы видите сейчас на экране Чуденье была Достаточно сильная Облачность И Особо красивых видов Не получилось Ну для полета на эту высоту Я антенны На приемнике Радиопроводник закрепил Газонтально Одну так Вторую так То есть Перпендикулярно Друг другу их сделал Антенну на Виде передатчике Тоже поставил Горизонтально Антенну на Таранисе Держал вот так Вот Параллельно Земле А на очках Антенны Выставил Клевер вот так А патч направил Вверх Ну видеокартинка И управление С таким расположением Антенны Было отличное Несмотря на то Что под моделью Было достаточно Большой слой Облаков Которые сигналы Очень-очень хорошо Забивает Но летал на вот таком вот Аккумуляторе 4200 мАч 4-баночном Литий-полимерном К тенью с часа Чтобы слетать Еще выше У меня Более Аккумуляторов нет И эта высота Для этой модели Конечно не предел На ней можно подняться Еще выше Подъем на высоту 3200 мАч У меня занял Около 25 минут Расход Поначалу был Около 100 мАч На 100 метров Всоты Затем Расход Начинал Увеличиваться За счет того Что на высоте Воздух более разряженный И Там Начинается Более сильный ветер Чем на земле Ну и самое Что как главное Хотел сказать Из этого полета На высоту 3200 метров Это то что Не нужно на модели Спускаться С огромной скоростью Вниз Недавно летал На высоту 25 километра И спускался С этой высоты 25 километра Так же Как с этой высоты 3,2 километра Со скоростью Более 30 метров В секунду В итоге За два полета На такую высоту И два таких Крутых спуска Со скоростью Более 30 метров В секунду Погибло Две вот таких Вот серомашинки На руле высоты Ну серомашинки Не полностью умерли А начинают работать Так вот Очень медленно Очень с большими Затупами А бывает Вообще Не работают Если какое-то Положить усилие Они вообще Не могут Крутиться Никак Ну и после двух Этих полетов Когда я приземлился Серомашинка Рулялся Не могла Вообще Отклонять Руль высоты Вверх Или вниз Ну повезло То что у меня Такой вот самолет Который Очень хорошо Планирует И у меня еще Были настроены Закрылки Говоря чему Я смог Блоколучно Приземлиться Было бы Такое летающее крыло А то оно скорее всего Хорошенько Разложилось Семь землю При такой же ситуации С нерабочей Серомашинкой В общем Будьте внимательны В спусках Не спускайте С огромной скоростью Более 30 метров В секунду Ну либо Оставьте серомашинки С большим усилением Ну для этой серомашинки Предельная скорость Снижения Где-нибудь 15-20 метров В секунду Больше не стоит Иначе Можете попасть В очень неприятную Ситуацию Ну в общем Вот так вот Легко и просто Можешь с помощью логов Строить полетный трек На карте И вот так вот Я слетал На 100-200 метров Который мне Придал Вот такой вот урок Со серомашинкой Руля высоты Всем спасибо за внимание Удачи вам поэтов Вступайте в группу ВК К нам выкладываются новости Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok